Добрый день, дамы и господа! Всего пару часов назад закончилась презентация Apple и сегодня я подготовил для вас небольшую сводочку новостей. Что же добавили нового, может что-то старое подкорректировали и в целом о нововведениях. Не будем долго томить, начнем с часов. Apple представили новый Apple Watch 10, который получили новый обновленный дизайн. Новая версия будет самой тонкой из всей модельной линейки, 9,7 мм. При этом с самым большим дисплеем в истории на Apple Watch. Дисплей стал практически на 40% ярче, но это только если смотреть на него под углом. При этом Apple отказались от часов в стальном корпусе и теперь выпускают только в титановом. Помимо этого ваши Apple Watch смогут отслеживать ваше апноэ. Это нерегулярное дыхание во сне, также эта функция будет добавлена в некоторые предыдущие модели. Вот кстати все обновления Apple Watch 10 в одном коллажике. Стоимость часов будет начинаться от 400 долларов США. Естественно в России цены будут гораздо выше. А старт продаж начинается с 20 сентября. Также представили Apple Watch Ultra 2, которые теперь могут выпускаться еще и в темном цвете. Вот такой вот красивенький коллажик. Часами закончили теперь к более интересным новостям. Новые AirPods 4 будут продаваться в двух версиях. С активным шумоподавлением и без него. Apple выкатила также и обновление всей ветки наушников, в том числе AirPods Max. Наушники также получили новый процессор, а их заявленная автономность 30 часов. Теперь к телефонам. Представлены сразу несколько новых цветов для iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Два размера 6.1 и 6.7 дюйма. iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат новую сенсорную кнопку, а также их стекло станет на 50% прочнее. Ну и вдобавок туда запихнут новый процессор A18. В новый iPhone также будет встроен искусственный интеллект Apple Intelligence. С его помощью можно делать собственные эмодзи, генерировать новые изображения, а также он распознает объекты в вашей камере. Помимо этого, iPhone 16 и iPhone 16 Plus обзаведутся новой 48-мегапиксельной камерой, ну и фронталкой на 12 мегапикселей. Также модели смогут делать пространственные фото и видео, так же как и это могла делать предыдущая модель iPhone 15 Pro. В новинке также встроили новую кнопку камера-контрол, ну а вот еще небольшой коллажик с изменениями в iPhone 16 и iPhone 16 mini. Плавно перемещаемся к моделям iPhone 16 Pro и Pro Max. Меньшая версия получила диагональ 6.3 дюйма, а Max 6.9, и это самые большие экраны в истории Apple. Также iPhone получили новый золотистый оттенок Desert Titanium. Помимо этого, в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max установлен более мощный A18 Pro. Pro iPhone получил 48-мегапиксельную камеру и такой же ширик. Также имеется телевик на 12 мегапикселей с 5-кратным оптическим зумом без потери качества. Помимо этого, в iPhone 16 Pro запихнули 4 студийных микрофона для лучшей передачи звук. Помимо этого, также теперь iPhone записывает объемный звук для видео.